Привет! У нас сегодня снегинное обезье. Я вышла поднимать, выпал снег. Я где-то читала, что зима Америки заканчивается в середине марта, но вот сегодня она только началась. Так вот, в контексте с погодой я бы, наверное, хотела поговорить сейчас о тех чувствах, которые сопровождают при переезде в чужую страну. Но самое большое и предательское чувство это страх. Страх, он сопровождает тебя везде. И другое дело, как ты сможешь совладать этими эмоциями. Потому что я ехала в Америку абсолютно одна, фактически без денег. Мне дети и моя подруга суммули 900 долларов, которые я тут же отдала при переезде. По-моему, мне пикпикает. Я ехала к чужим людям, и городишко, в котором я вынужденно прожила первое время, я об этом расскажу чуть позже, это просто было что-то ужасное. То есть сейчас я имею возможность выезжать в Вашингтон или в Балтимор, и я надеюсь, со временем я все-таки научусь водить машину, сдам экзамен успешно, буду мобильна. Но место, в котором я жила первое время, это был такой очень страшненький, упадочный городишко в Детройте. Ну, об этом я расскажу позже. Вот. И когда ты едешь совершенно один, без денег, в чужую страну, ты оказываешься абсолютно прибитым и потерянным, стресс сопровождает везде. И чувство страха такое, что оно буквально тебя парализует, ты не знаешь, что тебе делать, ты не можешь двигаться иногда, когда уже совсем плохо. У меня есть такой рецепт. Три дня отваляться, так сказать, побывать на дне, но не больше. Потом нужно подниматься и что-то думать, что-то делать. Лучше всего выходить на улицу, общаться. Это очень сложно, но нужно себя заставлять. Так вот, это самое предательское чувство. Оно сопровождает людей не только при переезде в чужую страну, оно сопровождает людей при каких-то обстоятельствах непредвиденных. Будет ли это болезнь, будет ли это развод и многое другое. Чувство страха и сейчас меня не покидает. Я стараюсь с этим бороться, но время от времени впадаю в депрессию и говорю очень страшные, плохие вещи. Я много говорю, много пишу. Потом, когда я просыпаюсь на следующее утро и читаю это все, и думаю, взвешиваю, что я говорила, мне становится неприятно, стыдно. Я забираю этот негатив, я стираю то, что я, возможно, написала в соцсетях. Это, прежде всего, политическая ситуация на моей родине, где идет война. И вся эта ложь, убийство, это, конечно, меня не оставляет равнодушной. Нужно с этим как-то бороться, потому что я начинаю понимать, что каждый человек, просыпаясь, хочет видеть какую-то надежду. И когда человек, например, с утра просыпается, начинает шелестеть фейсбуком, там мои такие насупленные, топли, протленные, я начинаю понимать, я думаю, как же это охреново все выглядит. Начинаю все это вытирать. Ну и, конечно, я очень жалею в этих словах, возможно, кого-то обидел, которые ты иногда произносишь людям, которые, в общем-то, о тебе заботятся. И ты этого не понимаешь, но не ценишь. Вот. Сейчас очень тревожит то, что разные вещи. Вот я, наверное, здесь не пройду. Стоп. Здесь еще не чистили. Может, чистили дорожку. Это я иду к магазину. Нужно куда-то идти, чтобы показывать и рассказывать. Стресс. Стресс гоняют еще другие ситуации. О, здесь дорожка еще не чистили. Вот как я иду. Пройду или нет. Стресс гоняют другие ситуации. То есть, помимо переезда, ты понимаешь, что близкие, любимые люди очень далеко. Я вообще не представляю, как раньше уезжали далеко и не имели того же скайпа, интернета. Мне рассказывали, что это было все очень сложно. Даже позвонить. Звонили очень редко, общались. Но все равно чувство, что ты не можешь прикоснуться и вот к теплому телу. Даже я имею в виду свою собаку любимую. Вон кто-то Деда Мороза состряпал. Вот. Это, конечно, очень тяжело. Еще понимаешь, что пока ты здесь, очень далеко, за тысячи километров, люди уходят из жизни. Уходят навсегда. Ты понимаешь, что ты никогда их не увидишь. Это, в общем-то, молодые люди, которые могли бы еще жить. И так же не можешь понять, почему. Молодая женщина вдруг заболевает ни с того, ни с сего. Ужасные болезни. И возникает это чувство растерянности, что, в общем-то, ничем не можешь помочь. Ты можешь кричать, ругаться. Но жизнь сама решит, как будет дальше. Ничего не можешь изменить. Если это, конечно, очень угнетает. Еще одним лекарством, помимо того, что залечь на дно и добить себя дня на три, так еще одно действенное средство, это, конечно, переключаться, заставлять себя переключаться на какую-то работу. Либо это обучение, либо это любимая фобия, либо это, не знаю что, мытье поло. Готовить я, конечно, ненавижу. Там службы чистят дороги. А вот, ну что, зайдем сюда еще. Пойдем. Ну, вот как-то так. Ну, и что остается в этой ситуации? Остается надеяться. Надеяться, что весна все-таки придет, что этот снег растает. Что ты выучишь чужой язык, наконец-то. Найдешь нормальную работу. Твой друг будет жив. Хочу сказать, что очень спасает осознание того, что где-то есть люди. Пусть они очень далеко, за тысячи километров. Ну, они тебя будут любить любую. Со всеми недостатками, со всеми злыми словами. Со всеми твоими страхами, причудами. И даже если пройдет много времени, ты надеешься, что ты встретишь этих людей, что ты сможешь их обнять, выпить 100 грамм. Весна прида. Остается надеяться. Я, конечно, не могу не показать вот эти вот цветущие деревья на фоне снега. Это какое-то чудо природы. И вот эти вот елки заснеженные. Очень красивые деревья. Наверное, это яблони. Очень красивые деревья. Продолжение следует...